МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я полностью разделяю ваши волнения здесь и вопросы, потому что, действительно, сегодня в условиях определенной санитарно-педагогической ситуации, в том числе и на территории Алтайского края, один из самых значимых вопросов, который волнует и наших жителей, которые планируют принять участие в голосовании и, безусловно, является приоритетом в нашей работе, это максимальное обеспечение санитарно-педагогической благополучия и безопасности для всех участников голосования, которые планируют в том или ином формате принять участие, прийти на участок избирательный, как обычно они это делают, либо, возможно, проголосовать на дому вне помещения. Но это еще и, конечно, вопрос безопасной работы членов избирательных комиссий, наблюдателей, иных лиц, которые оказывают содействие избирательным комиссиям при подготовке и проведении голосования. И, исходя из этого, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации органами государственной власти и федеральными, и региональными предпринят, на мой взгляд, беспрецедентный комплекс мер, которые позволяют оснастить каждый избирательный участок членов комиссии наших участников голосования средствами индивидуальной защиты. Это, в частности, маски, перчатки, одноразовые, в том числе, для того, чтобы принять участие в голосовании. Это большой объем дезинфицирующих средств и антибактериальных салфеток, которые будут в каждом пакете для участников голосования, например, на дому. И все те меры, которые позволят максимально развести какие-либо контакты, которые обычно, конечно, в условиях эпидемии, но, наверное, в основном особенное внимание наших участников голосования привлекают. Поэтому и помещения, которые будут использоваться, обязательно будут использоваться с учетом всех необходимых рекомендаций Роспотребнадзора. Но как будет выглядеть конкретно участок для голосования и сама процедура голосования с учетом требований, я так понимаю, Роспотребнадзора? Прихожу я на участок? Конечно. С одной стороны, вы придете на свой избирательный участок и достаточно в традиционном формате будет происходить голосование. 1 июля с 8.00 до 20.00 все участковые избирательные комиссии откроют свои двери для, назовем так, традиционного формата голосования, когда избиратель получает бюллетень и потом выпускает его в урну для тайного голосования. Но мы должны открыть и вторую сторону до этого процесса и увидеть, что все участки для голосования прежде всего будут обеспечены теми мерами, которые требуют обеспечения санитарной безопасности. В частности, если вы прибудете на участок 1 июля, то обязательно при входе на участок вас встретит человек с термометром специальным снарешением, медицинский халат, медицинская шапочка и в первую очередь будет обеспечена обязательная термометрия на каждом избирательном участке, поскольку в случае, если будут выявлены какие-то признаки заболевания или очень высокой температуры, конечно, обязательно участнику голосования предложат возможность воспользоваться санитарной комнатой, особенно если будут какие-то проблемы со здоровьем, например, в этот день. Обязательно предоставлена будет возможность получить одноразовую маску медицинскую, перчатки и пройти в помещение для голосования участковой комиссии без каких-либо очередей, но, по сути дела, с соблюдением вот такой санитарной дистанции. На полтора-два метра, да? Конечно, это как минимум, а в том числе бесконтактная форма работы с членом участковой комиссии. Ну, например, паспорт предъявляется уже не путем передачи из рук. Да, мы все привыкли, пришел, отдал, потом тебе передал назад. Конечно, конечно. Но я думаю, на уровне зрительного контакта будет видно, избиратель раскрывает ту страницу, где фиксируются персональные его данные, может приспустить немножечко масочку, если возникнет вопрос, связанный с индивидуализацией. Но и моего коллегу, члена комиссии, он тоже увидит обязательно в перчатках, у маски, предусмотрено использование защитных экранов для лица членов участковых избирательных комиссий, так, чтобы максимально вопросы распространения эпидемиологических моментов были сведены к нулю. Также максимально устраняется на избирательном участке контакт с какими-то поверхностями или шторками, например, да? Помните? Мы привыкли на шторочке всегда почти. Да, при этом максимально сохраняю тайну для голосования. И насколько это возможно, мы будем стараться оснащать помещение не только сигнальными лентами, которые позволят обеспечить социальную дистанцию, но антибактериальными ковриками. Соблюдение всех дезинфицирующих мероприятий, в том числе в течение дня голосования. И максимальное разведение входов и выходов с избирательных участков, так, чтобы не создавать очереди, либо какие-то вот такие контакты неограниченного круга лиц. Но все-таки можно же проголосовать и на дому. Вот кто имеет право проголосовать на дому и как это вообще сделать? И как будет там обеспечиваться безопасность? Вы тут уже кратенько сказали, но чуть подробнее. Конечно, в этот раз голосование на дому для нас особо значимо, потому что помимо лиц определенного возраста или, например, инвалидов или лица, так скажем, находящихся в каком-то состоянии здоровья определенном, как мы с вами понимаем, с учетом в том числе и самоизоляции, на сегодняшний день дома постоянно хотели бы находиться, не выходя из дома. Достаточно большое количество жителей Алтайского края. Ну, пожилые и люди, которые нездоровы, конечно. Конечно. Поэтому все-все эти обращения, которые поступят к нам и сейчас, уже поступают от избирателей лично, от их родственников, например, да, от представителей социальных служб. Волонтерское движение очень помогает в поступлении таких сообщений в участковые избирательные комиссии. В этом случае, если такое обращение поступит, голосование для наших жителей будет организовано вне помещения или на дому, но тоже с использованием бесконтактных форм. Члены участковых избирательных комиссий не будут проходить в дом или в квартиру, а максимально использовать общее помещение, например, подъездов, для того, чтобы, передав индивидуальный пакет, в котором будет содержаться и избирательный бюллетень для голосования не на общероссийском голосовании, в дальнейшем также бесконтактно вот, по сути дела, опустить этот бюллетень в урну, которая будет использоваться для голосования. Поэтому я хочу обратиться сегодня, по сути дела, ко всем нашим жителям, те, кто уже планирует свой график на неделю с 25 июня по 1 июля, о том, что все форматы голосования будут не просто доступны, но и очень безопасны. Бюллетень для голосования, мы сейчас тоже уже начали об этом говорить, там же не будет кандидатов в этот раз. Как он выглядит и как вообще звучит вопрос? Да, действительно, в этот раз мы с вами принимаем участие в особом историческом событии. За последние 25 лет, наверное, впервые, конечно, после принятия Конституции России в 93-м году, впервые путем волеизъявления граждан Российской Федерации определяется решение вопроса о поправках Конституции России. Поэтому историческую значимость этого события сложно переценить. И, соответственно, для голосования вынесен один вопрос, практически дословно процитирую его текст. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации. И вот в отличие от фамилий кандидатов или названий политических партий, впервые наши участники голосования примут для себя одно из двух решений. С одной стороны, очень простых это слова «да» или «нет», напротив которых стоит соответствующий квадрат, где и будет делаться отметка о волеизъявлении избирателя. Сам бюллетень достаточно прост в его использовании, в понимании обязательно в тексте бюллетеня есть необходимый сопроводительный материал, который позволит и лично уже в кабине для голосования избирателю еще увидеть порядок заполнения избирательного бюллетеня. И как бы текст небольшой по своему содержанию, хотя вмещает очень емкое, очень значимое волеизъявление наших избирателей, но очень прост в формировании позиций. Поэтому в настоящее время все избирательные бюллетени уже находятся на площадках территорий наших, и буквально уже фактически завтрашнего дня, наверное, в том или ином формате кто-то из жителей Алтайского края уже примет участие в голосовании. Может уже проголосовать. Вообще сколько избирательных участков будет работать в Барнауле, в Алтайском крае, и как найти свой участок, вдруг кто-то потеряется? Ну, здесь на самом деле схема достаточно известная нашим жителям, потому что в последнее время очень активно проходили избирательные кампании. Не единожды мы голосовали на те же участки, да, по сути? Конечно. Я надеюсь, что наши активные избиратели помнят и знают, где находится их избирательный участок. Поскольку все 1779 избирательных участков, которые традиционно создаются и действуют на территории Алтайского края, откроют свои двери для работы в этом направлении, в городе Барнауле 255 участковых избирательных комиссий будут работать. И кроме того, в целом на территории Алтайского края, в различных муниципальных образованиях мы еще открываем 21 временный участок, так называемый. В основном это больницы, следственные изоляторы, санатории, где уже на сегодняшний день могут пребывать наши граждане. И также обязательно, несмотря на особенность их пребывания, 1 июля в том числе, все возможности для участия в процессе голосования им будут созданы. Я знаю, что в Крэйсберкоме сейчас работает горячая линия. Какие вопросы задают горожане, жители края? Что их интересует? Что чаще всего спрашивают? Ну, хочу сказать, что мы практически не принимаем каких-то вот негативных вопросов вот в этот раз. В основном с очень таким позитивным отношением. Мы звонят из разных уголков Алтайского края, в том числе из города Барнаула достаточно часто. И вот до 21 числа, если честно, больше звонили как раз по вопросу применения мобильного избирателя, так называемого. То есть онлайн, да? Это немножко другое. Это как раз та насущная проблема, которая всегда многих заботит даже при проведении выборов. Я зарегистрирован по месту жительства на определенном участке, по определенному адресу, а вот эту неделю или в этот день, 1 июля, буду находиться, допустим, в силу работы, учебы, каких-то просто передвижений по территории Алтайского края в другом месте. Могу выбрать удобный для себя избирательный участок, как-то сделать. И вот, по сути дела, онлайн-режим работал у нас и до 21 июня, когда каждый житель Алтайского края или гражданин Российской Федерации в целом мог выбрать тот или иной удобный для себя участок на территории Алтайского края. Прием заявлений о голосовании по месту жительства, он уже завершился 21 июня. Известно, сколько участников голосования воспользовались вот как раз той возможностью выбрать удобный для себя участок на территории региона. Вот вы сейчас начали говорить, но как раз я о количестве людей мы не сказали. И вот, знаете, я надеюсь, что мы тоже, может быть, своими консультациями помогли участникам голосования, но, тем не менее, практически около 40 тысяч жителей Алтайского края или людей, которые не зарегистрированы на территории Алтайского края, но выбирают для себя избирательные участки, воспользовались услугами участковых территориальных избирательных комиссий и МФЦ. Если быть точным, 39 639 человек подали заявление вот в таком порядке. Большое количество, да? Достаточно большое, но я думаю, что эта цифра будет немножечко еще как бы уточнена с учетом того, что такие заявления можно было до 21 числа подать и через портал госуслуг. И вот главный вопрос. Почему все-таки важно прийти и проголосовать? Я думаю, мы практически сегодня начали этот разговор именно с этого вопроса. Я думаю, кто-то еще не ответил для себя на этот вопрос. Президентом Российской Федерации в послании 15 января был озвучен аспект, который, на мой взгляд, имеет значение для каждого гражданина. Это не просто принять поправки в Конституцию Российской Федерации, а принять их с учетом мнения всех граждан Российской Федерации. И я думаю, сам формат голосования, общероссийского голосования, которое происходит впервые, уже это, наверное, должно вызвать интерес и мотивацию, и значимость для каждого нашего жителя Алтайского края, в частности, для того, чтобы выразить свое мнение. Ну, во-вторых, мне кажется, то содержание закона о поправках Конституции Российской Федерации, которое представлено, имеет значение для каждого, я думаю, и для нас с вами, для членов их семей, для представителей разных поколений этих семей, потому что очень много предложений и поправок, которые сформированы в законе, прежде всего касаются именно социальных институтов. Институтов, без которых невозможна жизнь каждого, наверное, человека. Поэтому выразить свое мнение об этих моментах, ну, что может быть менее значимо. Поэтому мне кажется, что жители Алтайского края очень активно и серьезно, глубоко отнесутся к проведению общероссийского голосования, тем более, что действительно, те возможности, которые предусматривает сам процесс общероссийского голосования, учитывает, ну, как бы разные особенности жизнедеятельности наших жителей, не только прийти 1 июля, но если не будет у тебя возможности такой, пожалуйста, в течение практической недели, в том или ином удобном и доступном для тебя формате, ты свое мнение можешь выразить. Мы с вами участвуем в беспрецедентном мероприятии по формам его проведения. И я думаю, что этот аспект тоже создаст еще и дополнительные возможности для наших жителей. Ну, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Ирина Акимова, председатель избирательной комиссии Алтайского края. Продолжение следует...